«Превращать единственный кусочек леса в Шимкенте в степь – это неприемлемо. Каждое редкое дерево в этом парке должно подвергаться полной отчётности и охраняться, если не как памятник, то минимум как ботаническая ценность». Гневный пост в рубрике «Народная новость» на сайте otrar.kz вызвал большой общественный резонанс. Автор под ником – житель Шимкента – возмущён варварской вырубкой деревьев в Дендропарке. Он предполагает, что это нечто иное, как подготовка к очередному строительству. Комментаторы активно поддерживают жителей Шимкента. «Но когда деревья в городе оставят в покое? Парк Абая весь застроили, теперь за Дендропарк взялись. Что других земель нет, то даёт эти разрешения. Сейчас начнут опровергать, дескать, там деревьев ценных не было или ещё какую-нибудь ерунду». «Кошмар. Наш Дендропарк мне очень нравился после реставрации. Немного людей, свежий воздух. А сейчас что творят? Зачем? Очередной бизнес. А скажут, что деревья были гнилые, плохие и опасны для жизни. Только вместо них даже новые не посадят. Помню, сажали в Дендропарке аллею в 2011 году. Заглядывала туда ради интереса. Никто за ними не ухаживает. Всё погибло». Руководство Дендрологического парка просит шимкенцев не паниковать. На самом деле, в парке началась работа по санитарной очистке территории возле озера. Дикорастущие, а также старые сухие деревья действительно пошли под нож. Вместо них будут высажены хвойные и лиственные породы деревьев. «В этом году на территории вокруг озера мы планируем посадить 450 сосен и карагачей. А всего на территории Дендропарка мы планируем высадить более 2,5 тысяч молодых саженцев. Это и берёзы, и сосны, и карагач, и многие другие деревья, которые смогут прижиться в нашем климате. Также планируем произвести санитарную очистку в пустующей территории парка и посадить там деревья». Сегодня на 117 гектарах Дендропарка насчитывается более 500 различных деревьев. После обновления отдыхающие смогут получить максимум удовольствия от пребывания в парке, уверяет руководство. «Мы планируем очистить и само озеро. Работы начнём уже весной». Выполнит ли обещание руководство, как будет выглядеть Дендропарк Шимкента, озеро и территория вокруг него после санитарной очистки и подтвердятся ли опасения шимкенцев, можно будет оценить уже через пару месяцев.